МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». В романе Чингиза Айтматова «Плаха» один из сюжетов, посвященный описанию добычи конопли для приготовления гашиша. Среди добытчиков наркотика есть свои идеологи. Они говорят, лишь кайф дает блаженство, умиротворение, раскованность в пространстве и во времени. Пусть блаженство это мимолетно, пусть призрачно, пусть оно существует лишь в галлюцинациях, но это счастье. Этой философии ложного гуманизма противостоит один из героев роман, он активно борющийся со злом Авдии Калистратов. Он погибает в этой борьбе, предварительно обезвредив криминальную группу гонцов. Добро вроде бы побеждает, но зло остается. Зло, приносимое наркотиками, человечеству не поддается оценке. Оно безмерно, а значит борьба продолжается. Сегодня об этом и поговорим. В нашей студии представляю своих гостей. Татьяна Клименко, директор антинаркотического союза, извините, научно-исследовательского института наркологии, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения, Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации. Здравствуйте. Здравствуйте. Также в студии Николай Лушников, председатель правления Национального антинаркотического союза Российской Федерации и депутат парламента Республики Молдова Владимир Односталко. Здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с ситуации Республики Молдова. Насколько остро сегодня проблема наркомании в Республике Молдова и в Российской Федерации? Есть ли какие-то официальные цифры, что в России, что в Молдове? Есть какие-то, может быть, схожие проявления вот этого, ну, как я уже сказал, всемирного, так сказать, зла? Ну, давайте с вас, Татьяна. Вы знаете, я сначала чуть-чуть на другую тему. Вы привели слова героя Плахи об удовольствии, которое дает наркотик. Это Роман Чагиза Отматова, наших зрителей. Да, а я всегда сравниваю наркотик с кукушонком. Если вы знаете, когда кукушонок вылупляется в гнезде, первое, что он делает, он выкидывает из гнезда всех других птенцов, чтобы все доставалось ему. Вот наркотик, он как кукушонок, он все удовольствия из организма выталкивает и остается только один. И заменяет самим собой. И заменяет собой абсолютно все, абсолютно все. Поэтому, если у наркопотребителя есть представление о том, что употребление наркотика – это единственное удовольствие, это убогость восприятия мира. Мне когда-то, знаете, один мой пациент, через 2-3 месяца лечения, я когда приехала к нему, мне сказала, Татьяна, я его спросила, как у него дела. Он говорит, вы знаете, я сегодня гулял, и трава зеленая. Я говорю, да ты что, а какая же она была раньше? Говорит, не знаю. Он ее не замечал, потому что у него был вот этот кукушонок, который внутри него сидел, и который вытолкнул из его организма абсолютно все другие удовольствия. Значит, что касается наркоситуации. Я могу сказать про Российскую Федерацию. В Российской Федерации последние лет 10 проводится, Никита мне не даст собрать, очень активная и очень продуктивная антинаркотическая политика государственная. И в результате этой политики у нас произошла реформа наркологической службы, мы изменили вообще структуру оказания наркологической помощи. И у нас за последние 10 лет снижаются практически все показатели заболеваемости вследствие употребления и алкоголя, и наркотиков. Единственная проблема, которая у нас остается, у нас идет рост наркопотребителей среди подростков. Вот все остальные возрастные группы у нас идет снижение, а у подростков идет рост. Вы как раз пополняете армию. Да, но этому тоже есть объяснение. Дело в том, что вот та антинаркотическая политика, которая проводится через СМИ, она идет через традиционные СМИ, которые как раз вот этого подростковой части населения и не касаются. Поэтому сейчас основная задача распространить вот эти все эффективные информационно-пропагандистские механизмы через интернет, чтобы захватить эту вот аудиторию. Владимир, в нашей стране что, как ситуация обстоит? В нашей стране, сразу начнем с подростков, потому что на самом деле уже все, к сожалению, признают, к счастью, но, к сожалению, ситуация такая, у эпидемии в подростковой среде. Это лицеисты 12 класс, 11-12, это младшие курсы университетов, институтов, 1-й, 2-й. Почему это происходит? Первая проблема, это легкая доступность, надо признать у нас в стране. К сожалению, это есть. Тем более, к сожалению, мы являемся одним из лидеров по транзиту наркотических веществ в нашем регионе. Это Украина, Румыния. У нас из Европы на Российскую Федерацию ходит очень много наркотиков. Они проходят. У нас на сегодняшний день, к сожалению, что касается наркоторговли, что касается доступности наркотиков, люди говорят, как оно есть, это, извините, крышуются правоохранительными органами. Если раньше это делали одни люди, то сегодня это делают другие люди, и ничего не изменилось, несмотря на массовые сводки новостей о том, что сегодня задержали одних, сегодня задержали других. Их говорят о преступниках, но не говорят о зависимых. Никто об этом не говорит. Это раз. Два. На сегодняшний день официально у нас растет количество на учет вставших наркозависимых. На сегодняшний день у нас официально растет количество пациентов на метадоновой терапии. На сегодняшний день у нас официально растет количество подростков, которые принимают первый-второй раз в жизни какие-то наркотические вещества. К сожалению, на сегодняшний день пока еще не развито у нас настолько хорошо, как хотелось бы. Я даже в этом вопросе, наверное, приукрашиваю профилактика наркомании. У нас сложно, начиная с младшего школьного возраста. Что касается работы с подростками, то здесь, опять же, на уровне листовок, на уровне тренинга в формате кофе-брейка, по моему мнению, чай-кофе мы можем и дома попить, листовки можно почитать где угодно, в том же интернете. И все. Проблема в чем? Проблема в специалистах. Огромная проблема в специалистах. Потому что очень часто говорят о том, что нет желания. Возможно, желание есть. Да и деньги можно найти на это дело. Почему? Потому что многие люди, которые в семье сталкиваются с этой проблемой, это зачастую люди небедные, нужно признать, имеющие достаток. И очень часто они в качестве филантропов, в качестве меценатов помогают в организации неформальных сообществ. Но на сегодняшний день у нас даже, мы не можем, о чем мы говорим, когда у нас нет закона о статусе психолога. Если в Российской Федерации он есть, если в Белоруссии он есть, если в соседней Румынии он есть, если даже на Украине с этим вопрос решается, несмотря на их особую ситуацию, особый статус Украины у нас в регионе, то у нас, к сожалению, пока этого нет. И это тоже рождает определенные вопросы уже юридического, правового, организационного механизма. Но в целом, что хотелось бы отметить из положительного. Первое. Мы все признали проблему на стране. Того, чего до этого скрывалось. Вот как в Советском Союзе чего-то не было, вот так и у нас тоже чего-то не было долгое время. Но когда уже пошла массовая госпитализация, в прямом смысле слова, молодежи, то и начали признавать проблему. Одновременно с этим начались различные разбирательства. И на сегодняшний день можно констатировать две вещи. Первое. Наркологический диспансер, единственный медучреждение, специализированная служба, которая занимается этой проблемой, расширяется. У нас завтра будет руководитель на нашем мероприятии, он более подробно расскажет. Одновременно у нас расширяется законодательная база, что касается общественных специализированных профильных организаций. И самое главное, у нас уже заговорили о том, что касса медстрахования, это наш фонд всех медицинских денег страны, где наши граждане платят налог медицинский, он будет доступен для организаций, подчеркиваю, общественных, по профилактике, по реабилитации. Опять же, будет строгий отбор, опять же, будут созданы механизмы. Сейчас они разрабатываются и обсуждаются, в принципе, забегая немножко вперед. Поэтому, я думаю, в этом направлении будет лучше. Но, тем не менее, нужно признать ситуацию такая, какая она есть. Вот знакомясь со статистикой того, как молодое поколение поражается вот этим злом, поймался я на мысли. Я принадлежу поколению, которое, будучи в возрасте подростка, ощущало, знаете, вот такое чувство стыда, когда идешь в школу с невыполненным уроком. То есть, было стыдно идти с невыполненными уроками. Сегодня, когда смотришь, ознакомишься с частью молодых людей, понимаешь, а им, вот знаешь, такое ощущение, что им стыдно приходить не под кайфом. То есть, у них других, в общем-то, все уже, все тормоза отпущены. Ну, это мое личное, субъективное такое мнение. Тем не менее, с чего все-таки нужно начинать, вот какие-то практические шаги для того, чтобы и усилить эффективность работы государственных органов, и, с другой стороны, сплотить общественность и, в общем-то, добиться результата. Вот, Никита, вам вопрос. Да, спасибо большое, хороший вопрос, потому что, честно вам скажу, я один из среди присутствующих гостей, могу говорить так более простым языком, потому что я не политик, я не чиновник, я человек с улицы, и где-то это плюс, ну, может быть, где-то и минус, не знаю, но для меня, конечно, больше плюс. И я не скрываю того, что я вот вырос на улице, и, к сожалению, на улицах я и был, стал жертвой того, о чем мы говорим, да, и в моей жизни около 10 лет просто забрал наркотик. Была большая беда, конечно, для меня, больше для моих родителей и моего окружения, но в данном случае, вот как я всегда говорю с Божьей помощью, мне удалось 15 лет назад через реабилитацию все-таки вырваться с этой проблемы, и я могу смело говорить, смело ответить на ваш вопрос, почему так. И я вам скажу, что это не то, что им стыдно приходить нетрезвым, нет, они не могут приходить нетрезвыми, трезвыми, действительно, не могут, потому что, как Татьяна Валентина сказала, пример про кукушонка, это очень такой, ну, очень образный, прообразный пример. Мы не могли, мне когда-то мама спросила, а мы сделали все, чтобы повлиять на тебя, мы продали квартиру, мы поменяли место жительства, мы вообще, мы с отцом вот просто ради тебя отдали все, что было, почему ты продолжаешь употреблять? И как-то вот мне, не знаю, хватило вот мудрости, что ли, такой наркоманской, дать очень четкий ответ. Я говорю, мам, а ты попробуй не дышать. Я говорю, сможешь не дышать? Вот ты от меня требуешь невозможного. Я 10 лет зависим от химического вещества, понятно, я тогда говорил другим языком, но я не могу без него находиться, так как и ты не можешь находиться без воздуха. Я не знаю, в тот момент поменяла она меня или нет, но мы должны осознавать, что молодежь, попробовавшая тот химическое вещество, которое сейчас в изобилии, к сожалению, есть на улицах наших стран, они становятся глубоко больными людьми, и нам осуждать их за то, что они приходят нетрезвые или делают какие-то поступки, мы не можем их осудить, они больные, они больные люди в том, что они не контролируют свои поступки. Мы можем только попытаться им помочь. И когда я сам прошел реабилитацию в 2004 году, я рвал на себе одежду в прямом смысле этого слова, когда мне говорили, что бывших не бывает, есть выздоравливающие, и это все, и мне так хотелось сказать в лицо научному сообществу, да как же не бывает, а я, кто, по вашему мнению, то вы знаете, по прошествии 16-15 лет этот спал у меня, эта тенденция рвать на себя одежду, хочется, наоборот, ее одеть побольше, если что, для определенной защиты. Я понимаю, что действительно бывших не бывает, потому что около 16 тысяч человек прошло через нас только за 10 лет, которые мы ввели статистику, а предыдущие 5 мы просто ее не ввели. Из 16 тысяч только 4,5, грубо говоря, смогли остановиться, и то не со всеми мы сейчас можем поддерживать контакты, чтобы проверять эти цифры. Это минимальное количество, да, оно считается большое по статистике выздоровления, но я вам скажу, что глобальная проблема из 10 человек, приходящих сейчас, обращающих за помощью, в лучшем случае 2, ну, может быть, 3 действительно остаются трезвыми, остальные возвращаются к употреблению. Это глобальная проблема, и мы сами по себе ее никогда не решим, пока все сообщество, и политика, и чиновники, и здравоохранение не объединятся за одним столом. И то, что мы сейчас сидим, и вы представили гостей, да, по их рангам, говорит о том, что тенденция положительная, и это не только в Молдове, да, это тенденция положительная во всем мире, это можно констатировать. А есть ли смысл, например, заняться еще и такой стороной вопроса, как ужесточение наказания тем, кто подталкивает к этому, не только кто употребляет, но и подталкивает к употреблению наркотиками? Может быть, мы знаем примеры стран, где там вплоть до смертной казни? Вы знаете, в Российской Федерации сейчас реализуется концепция, она называется глобального профилактического пространства или единой профилактической среды. И министр нашего здравоохранения говорит о том, что у каждого ведомства, которые вроде бы не имеют никакого отношения к здравоохранению, есть свой здравоохранный сектор, без эффективной работы которого невозможно обеспечить здоровье населения. Например, для того, чтобы население было здорово, должна быть экологичная социальная среда и безопасная социальная среда, должны работать правоохранители. Для того, чтобы ребенок не начал употреблять наркотики, нужно сделать так, чтобы он был недоступен. И это должны работать силовые структуры. Для того, чтобы ребенок не начал употреблять наркотики, у него нужно с детства сформировать иммунитет к этому. И плюс у него нужно сформировать альтернативные интересы. Он должен уметь заниматься спортом, ходить в какие-то кружки, читать книжки. Это система образования, это система Министерства культуры и спорта. Понимаете? То есть огромное количество ведомств, я бы сказала, все ведомства, должны работать на то, чтобы наше население не употребляло наркотики и было здорово. Вот поэтому их все, их все нужно объединить. Конечно, периодически встает вопрос о том, чтобы усилить наказание. Но понимаете, в чем дело? Только репрессивными мерами справиться невозможно. Репрессивные меры обязательно должны быть. Но они должны сочетаться с эффективной пропагандой, с формированием здорового образа жизни, с формированием иных ценностей. Вот мы сегодня говорили о том, что в России все-таки удалось преодолеть моду на кураж, на безделье, на пьянство, на употребление наркотиков. И в России постепенно все-таки большинство молодых людей, у них формируется новая идеология. Быть успешным, быть здоровым, зарабатывать деньги, работать. Понимаете, это СМИ, которые должны на это работать. Вот очень важно, вот я хочу обратиться ко всем нашим телезрителям. Посмотрите на Никиту, он бывший. А ведь улица, улица работает очень эффективно, внедряя в сознание нашего населения, бывших не бывает. Героин умеет ждать, вылечиться невозможно. Как невозможно? Вот он сидит перед нами, он 15 лет трезвый, он со дна поднялся, и он поднялся так, что он выступает на Генассамблее ООН. Уважаемые родители, посмотрите на него. Вот вам пример человека, который справился и преодолел. А это же очень важно, чтобы общество наконец осознало, что с этим можно справиться. Потому что когда человек... Вот почему он говорит, что 7 человек из 10 не могут вылезти? А потому что мы пролечили, они провели реабилитацию. Он потом приходит домой, они говорят, а, бесполезно. Вот в чем дело. Общество должно изменить свое отношение к выздоровлению. И это очень важный момент для того, чтобы преодолеть эту проблему. То есть вы нашли более сильный стимул в жизни, чем кукушона, который пожрал вас? Ну, знаете, я сумел переродиться, наверное, из кукушонка в другого рода птицу. Надо так сказать. Потому что если ты по природе зависимый, и ты не хочешь ничего изменить, но что бы ты ни менял вокруг себя, ты останешься кукушонком. Можно менять гнезда, можно менять леса, да, еще что-то. Но кукушонок всегда будет выталкивать со своей площадки любого. Зависимость, она не дает места никаким другим чувствам, пожеланиям или целям. Есть только одно – поменять свое состояние. Потому что ты в своем состоянии трезвый, находишься как без кожи. И ты ничего из этого не можешь поделать. Вот вопрос такого рода. Какие существуют терапии для того, чтобы вывести из вот этого уязвимого состояния, из наркотического состояния человека в нормальный вид, для того, чтобы можно было дальше с ним работать и помочь ему вырваться из этого зла? Какие терапии существуют в России? Что у нас, Володя, делается? Давайте начнем с того, что происходит. Если вы не против, все-таки, Татьяна Валентиновна, потому что я дома и могу постоянно говорить, а вот такие гости еще. Вы знаете, Россия, наверное, одна из, не единственная, но одна из буквально нескольких стран, где нет заместительной терапии. Мы против, и я вам объясню, почему. А потому что, когда запрещенное вещество меняют на разрешенное, это так называемое метадоновое терапие? Да, метадоновое. Оно же точно так же действует. Да, употребление этого вещества, оно уголовно не наказуемо, но организм же на него реагирует точно так же, как на запрещенное вещество. Он все равно остается зависимым только от разрешенного вещества. Поэтому нам это не нравится. И плюс, когда в стране вводится заместительная терапия, она очень часто превращается, Владимир, вы со мной на это согласитесь, не в заместительную терапию, а в раздачу замещающего препарата. Это ведь принципиальная разница. Одно дело вместо героина дать метадон, а совсем другое дать метадон и проводить с ним большую реабилитационную работу, чтобы в итоге он и от метадона отказался. Вот практически все страны, которые начинали, собственно, с метадона, как с такого, знаете, палеотивного средства, как средства временного замещения, чтобы потом его вывести в ноль, отказаться от употребления, сейчас ведь большинство стран Европы, они перешли практически на замену по всей жизни. И нам это не нравится, поэтому мы сейчас... То есть получается, человек присаживается, все равно наркотик до конца своих дней. Поэтому мы сейчас очень активно развиваем так называемые абстинентные программы, программы, которые направлены на отказ человека от употребления всех психоактивных веществ, чтобы он без употребления этого вещества был здоров. Чтобы он... В чем проблема? Он должен... Понимаете, в чем дело? Любое психоактивное вещество, оно является, ну, если так можно сказать, универсальным лекарством. Стрессы, проблемы, плохое самочувствие, плохое настроение. На любые случаи его можно употребить. И когда человек привык преодолевать все проблемы через употребление вещества, когда он без этого вещества оказывается, выясняется, он не защищен, потому что он не умеет себя защитить от всех проблем, которые нас, между прочим, окружают каждый день. И вот в чем основная задача реабилитации? Научить его, во-первых, понять, что проблемы, уважаемые слушатели, это хорошо. Потому что проблемы нам даны для того, чтобы мы их преодолевали, и для того, чтобы мы были сильнее. Вот для того, чтобы человек был физически сильным, ему нужно преодолевать физические сопротивления. Ему нужно ходить на тренажер. Для того, чтобы человек был умный, ему нужно преодолевать интеллектуальные сопротивления, ему нужно учиться. А вот для того, чтобы была сила духа, надо преодолевать проблемы. Человек, в жизни которого нет проблем, это роза из оранжереи. Она абсолютно не защищена. Так вот, основная проблема у нас, знаете, какая? Наше население очень плохо относится к проблемам и хочет их избежать. А избежать как? Выпить, уколоться, понюхать. А задача ведь научить его встречать эту проблему, видеть эту проблему и научить его преодолевать эту проблему. Вот он стал председателем антинаркотического союза. Как вы думаете, у него очень много проблем? Да у него огромное количество проблем. И он их преодолевает. И самое главное, что преодолевая эти проблемы, он это не воспринимает как тяжесть жизни. Он это воспринимает как интерес в жизни, как эффективность жизни, как радость жизни. Потому что он получает удовлетворение от того, что он эту проблему преодолевает. Вот задача их всему этому научить, согласитесь, это непросто. Потому что они этого не умеют. Их, по сути, когда они отказались, вот когда мы их пролечили, и мы у них сняли все признаки, все психические и поведенческие расстройства, которые возникли у них в результате употребления наркотика, он оказался как ребенок. Он оказался как ребенок, которому нужно заново учить жить. Вот для этого у нас существует Центр социальной реабилитации, где они как раз и к всему этому и учат. Ведь они же их учат, как пойти в магазин, как рассчитать деньги, как построить отношения с женщиной, как строить отношения с родителями. Это вот те элементарные вещи, которые ребенок постигает с самого детства, их надо заново всему этому учить. Потому что если их этому не научить, они обязательно вернутся. Получается, что инфантильность это как раз вот та почва, которая подталкивает нас к употреблению наркотиков? Да, да. Это, конечно, процесс долгий, он сложный, он тяжелый, но зато смотрите, какой результат получается. Владимир, вот вы лично за или против метадоновой терапии? Как вы считаете? Я не вижу в ней результата, по крайней мере, у нас в стране. Вот, Татьяна Валентиновна, что вы сказали насчет стран Европы, там более того. Там же сейчас активно пропагандируется и лоббируется развитие, открытие частных метадоновых кабинетов. То есть есть программа Евросоюза с приличным финансированием под это все дело. Кабинет для снятия стресса наркомана. Да, вот, пожалуйста, Румыния рядом, я знаю несколько кабинетов, хорошо с ребятами общаемся. Я говорю, вот зачем ты это делаешь? Он говорит, понимаешь, вот есть это, а вот есть это. И когда он показывает цифры, я говорю, ну смысл на это тратить? Вы же сейчас формируете зеленое кольцо безопасности вокруг стран Евросоюза и соседей Евросоюза, чтобы к вам не проникали наркотики, и там целый ряд программ есть. Он говорит, вот ты не путай, говорит Владимир, что касается зеленого кольца и что касается интереса фармацевтических компаний. Я буквально не так часто об этом говорю, потому что когда начинаю говорить об этом, появляются фармацевтические компании, говорят, у тебя сахар не поднимается. То есть я говорю, как оно есть. И в данном случае нет, не приносит это результата. Да, мы можем говорить о том, что госучреждение может отчитываться о том, что мы проделываем такую-то работу, проделываем такими-то методами эту работу. И как бы население, когда слышит, оно думает, да, идет процесс, идут какие-то вещи, а в результате этого нет ничего. Даже наши доктора, завтра, надеюсь, нам удастся с ними пообщаться, даже они это признают, но при этом при всем они говорят, ну тут надо уже на государственном уровне менять вещи, и необходим комплексный подход. И вот что в Российской Федерации я заметил хорошо, это альтернативные вещи, да, детское и юноческое направление, когда можно прийти в бесплатную секцию, я подчеркну это, потому что не все родители могут оплачивать. У нас в Кочневе тоже это есть, в районах это, конечно, почти отсутствует и так далее. Поэтому с этой точки зрения, что касается эффективности методоновой терапии, ну это то же самое, что мы пьем водку, потом мы пьем пиво, а пиво это еще хуже, чем водка, на мой взгляд. Я, кстати, вот отвлекаясь, не знаю, как в Российской Федерации с пивным алкоголизмом, а у нас 65% потребления алкоголя это пиво, и почти 70% алкоголиков, уже, к сожалению, состоявшихся, это молодежь, это подростки. — Вы знаете, какой основной показатель, вот вообще в Европе и в Америке, основной показатель эффективности заместительной терапии? Удержание пациента в программе. То есть задача, чтобы он как можно дольше этот замещающий препарат употреблял. Но разве можно в данном случае говорить о каком-то излечении? — Опять же это бизнес получается, если кто производит методон, в этом заинтересован. — Конечно, абсолютно. — Никита, вот вам вопрос. Благодаря вот этой победе над самим собой вчерашним, у вас география жизни увеличилась. Вы можете сравнить, как происходит борьба с вашими бывшими, ну вот, не знаю, коллегами в скобках скажу, с теми, кто сегодня оказался наркозависимым. Как происходит в разных странах эта борьба, и где лучше, где хуже? Вот сравнительный анализ. — Ну да, конечно, я часто прихожу к этому выражению. В моем случае не было бы счастья, да несчастье помогло. И здесь я опять же тоже дополню Татьяну Валентиновну и поддержу, что очень правильно, она подметила очень правильно, что само общество настолько не верит в то, что можно победить эту проблему, что они конкретно просто сталкивают назад тех, кто действительно идет на пути выздоровления. И вы знаете, почему не верят? Потому что это изначально шло, такая тенденция, это зарождался такой менталитет даже, наверное, что наркотик — это чума 21 века, что если ты попал в зависимость, все, это конченый человек, на нем нужно поставить крест. И на протяжении, как говорится, годов это зашло в целое поколение. И сейчас молодые родители, многие просто, если видят эту проблему, они стараются ее покрыть, закрыть и, как говорится, избавиться от информационно, чтобы никто никогда об этом не узнал. Поэтому очень хочется, на моем примере, на примере сотен ребят, которые работают и с нами, и которых я знаю даже тысячи, я смело могу сказать, что любую проблему может победить. Конечно же, мы очень стараемся участвовать и помогать в первичной профилактике, чтобы как-то это предотвращать, чтобы она не заходила. Ну, если зашло, то у всех есть шанс, у каждого человека, пока он живет, есть шанс. Если смотреть на международное сообщество, вы знаете, чтобы не углубляться в эту тему, она очень трудно ее за короткое время рассказать. Недавно, буквально той неделе, мы были в Вене, нас приглашали на площадку ОБСЕ, где мы проводили сайд-эвент, как раз на антинаркотическую тематику. И мы попали на сессию, где я сидел, где было представители более 50 стран. И я вот просто с радостью услышал, что практически все страны признали, что синтетика, новые синтетические наркотики, которые идут как раз с Китая в основном, и с Индии, они признаются теперь проблемой на таком высоком уровне, как ОБСЕ и уже, я думаю, Организация Объединенных Наций. То есть все страны говорят об одном. Да, это проблема. И как только мы знаем даже по общепризнятым мировым программам, даже реабилитации, что первое, что должен сделать человек, чтобы начать побеждать свою болезнь, это признать свое бессилие перед этой болезнью, признать свою проблему. То же самое и на политическом уровне. Когда страны признают, что проблема есть, с ней тогда можно начинать бороться. То есть все начинают говорить, да, она есть, мы ее видим, мы готовы помогать и НКО, и правительственным ресурсам эту проблему решать. Вот то, что сейчас происходит на мировом уровне. Ясно. Но наша столица, Республика Молдова, принимает в гостях участников международной научной конференции на тему помощи специализированной реабилитации, лечения зависимости. Насколько я знаю, в этой конференции примут представители целого ряда стран. И вот вопрос Владимиру, как к одному из принципиальных организаторов, идеи, вдохновителей этого мероприятия. Спасибо большое, Стамислав. Да, несколько деталей побольше. На самом деле, вы все время оказаете большую поддержку. Ваш телеканал – это лоббист. Хорошая информация, хорошая пропаганда, как говорит Татьяна Валентиновна. Единственный телеканал, который постоянно системно это делает. Мне стыдно было ходить в школу с неволочными уроками, понимаете. Хочу, чтобы мои дети были. Хотелось бы немножко и на наших гостях рассказать, что такое антинаркотический национальный союз. Это большая организация. Вот вы сказали о международной конференции. Я был 4 декабря, ребята принесли, я думаю, на этой конференции. И я видел, как Никита работает, и я видел уровень организации. И вот то событие – это действительно уровень спикеров, вице-спикеров парламентов, десятки стран. Это высшее руководство Российской Федерации, которое было солидарно. Действительно, Национальный энергетический союз объединил, подошел комплексно к решению проблемы, начиная с низов, заканчивая пониманием, как это должно быть на уровне государственных направлений, деятельности, государственной идеологии. Вот поэтому мы очень благодарны вам, уважаемые наши российские гости, за то, что вы приехали. И я, честно говоря, даже не до конца верил, что у нас получится, потому что, вы знаете, Станислав Мирчу, Греку, он частый гость у вас, я ему, мой коллега, мой партнер, и я ему говорю, Мирчу, наверное, не получится, потому что ребята очень заняты. Я говорю, ты же понимаешь, там, какой уровень. И вот они здесь, большое вам спасибо, большое спасибо, что вы в эти дни приехали. И мы у вас будем просить, я не стесняюсь этого, я у всех прошу. Во-первых, мы признаем, что у нас, да, есть проблемы с реабилитацией и ресоциализацией, возвращения наших ребят уже в обычную жизнь. Это раз у нас есть вопросы с новыми методами лечения и вообще эффективностью, поэтому здесь мы будем просить вас поделиться опытом, уже непосредственно мероприятие, подсказать нам, и мы с удовольствием это все будем принимать. И большое вам, ребят, спасибо. Действительно, Татьяна Валентиновна, у нас такие люди, как вы, как Никита, приезжают нечасто. Никита, ну, конечно, борьба зависит во многом от того, какая политика проводится в государстве. Но вот все-таки есть, опять же, инициатива самих политиков, самих чиновников. Вот вы кого бы назвали своим другом в этой борьбе? Мы любим вопрос. Я, знаете, сразу скажу, мастерство, ну, 15 лет я вынужденно, вынужденно вращаюсь в политики, потому что, наверное, как только чуть-чуть у нас стало получаться, чуть-чуть, первые плоды пошли, и включая меня самого, сразу появилось давление. И я просто, я не мог поверить. То же самое, что сначала мне говорили, что бывших не бывает, я рвал рубашку, и говорил, я бывший. То потом мне сказали, что это все неправильно. И я говорил, а как же неправильно, если у нас все получилось? И вы знаете, я понял, что это и есть политика. И мне этим словом, что это все неправильно, сказали прообразно добро пожаловать. Потому что, как правильно, никто не знает. Но многие знают, что это неправильно. И когда мы начали разбираться, почему неправильно, то оказалось, что неправильно просто потому, что вы не с ними, или не с ними, или вы не эти, или вы не те. Потому что вы сами вдруг что-то захотели. Именно вот это действие, оно неправильно. Что бы ты ни делал, торговал карандашами, или занимался наркоманами. Если ты кому-то не принадлежишь, или кому-то не уделяешь внимания, это неправильно. И тогда пришло понимание, что или остановиться, потому что это неправильно, и ты не политик, или, как говорится, сжать руки, сжать кулаки, стиснуть зубы, и идти вперед. И именно то, что вариантов у нас не было, потому что возвращаться к наркотику, это смерть, а попытка и надежда на какую-то жизнь, она была настолько сильной, настолько хотелось поверить в нее, что мы шагнули в эту политику, будучи абсолютно непрофессионалами, некомпетентными в этой сфере. И вот я благодарен Богу, что до сих пор мне удалось сохранить этот нейтралитет, уличный, скажем так, в кавычках, и не стать политиком. Поэтому я вне политики смело могу сказать, что чиновники делятся на два ранга. По нашим убеждениям, мы не претендуем на правду, по убеждениям общественной, общественности, которые борются с наркоманами на улице, с наркоманией, чиновники бывают наблюдателями и практиками. Наблюдатели – это те чиновники, которые пишут законы, спускают их и наблюдают, что из этого получится, а практики – это те, кто участвует в этих законах, но также спускаются на улицы и помогают нам перевязывать, брать на руки, подавать препараты, которых мы не имеем доступ. И я, честно скажу, без всяких лишних слов, с Владимиром мы знакомы недавно, но он очень активно проявлял эту позицию, для меня это большой показатель. С Татьяной Валентиновной я знаком уже годы. И Татьяну Валентиновну, я не хочу сейчас лично про Татьяну Валентиновну, потому что я просто считаю, что она именно представитель практиков. Даже то, что она сидит рядом с нами здесь, в Чешеневе, а не в Москве в кабинете, у нее, поверьте, я тоже знаю очень много дел, это говорит о том, что человек практически это делает. Вот это, наверное, во всем мире так. И мы, как зависимые, выздоравливающие, бывшие, как угодно, мы ищем практиков. И наша интуиция нам подсказывает, где они, как их искать. И слава богу, что у нас получается. И вот именно благодаря практикам, практическим политикам и чиновникам, нам удается сделать то, что мы делаем. А наблюдатели, мы всегда к ним обращаемся тоже с уважением, мы говорим, уважаемые наблюдатели, пожалуйста, вы просто не мешайте, наблюдайте, мы не против. К некоторым нам удается доносить эту позицию, они начинают наблюдать. Ну, а некоторые все-таки, они научены изначально говорить, что если я вас не знаю, и ничего не чувствую, не ощущаю, это неправильно. Ну, тогда у нас уже большая поддержка, нам удается все-таки сохранить и результатом двигаться вперед. Понимаю. Татьяна Валентиновна, вы руководитель целого научно-исследовательского института, который, в общем-то, занимается этой проблематикой. Вот вопрос такого рода. Когда в России осознали, что наркомания — это проблема? И есть ли осознание по всей вертикали власти чиновников? И когда вот появились первые действенные результаты? Я думаю, что проблему осознали где-то в начале нулевых, когда у нас произошел просто катастрофический рост наркопотребления. Катастрофический. Тогда была осознана проблема. Но, понимаете, осознать проблему — это очень важно, и это первый шаг. Но научиться еще и справляться с этой проблемой — это довольно длительный процесс, который требует времени. Вот, мне кажется, последние лет десять на уровне нашего государства произошло понимание того, что это проблема, которая касается каждого человека, даже если в его семье этой проблемы нет. Потому что мы все сидим в одной лодке. И если в моей семье нет этой проблемы, мой внук может встретиться с наркоманом на улице, моя дочь может переходить улицу, по которой едет на машине человек, который находится в состоянии наркотического опьянения. Поэтому мы... Это проблема, которая имеет отношение к нам, ко всем. И вот, мне кажется, большое, наверное, достижение нашей страны, что сейчас происходит объединение усилий самых разных ведомств и на всех уровнях. Вот это самое главное. Ну вот, конференция, которая проходит в нашей стране, которая проходит в нашей столице, конечно же, должна принести какие-то свои плоды. Я думаю, что вот ваши коллеги, наши друзья, которые организуют эту конференцию, ждут каких-либо рекомендаций. Но пока их вы выработаете. Вот на начальном этапе, что бы хотелось пожелать тем, кто сегодня вступил, будем говорить, в противостояние с этим злом в Республике Молдова. Никита, давайте. Татьяна. Я бы, знаете, что сказала? Ну, во-первых, надо поверить, что эта проблема излечима. Потому что я в своей практике встречаю очень много врачей-наркологов, которые говорят, невозможно. Я тогда говорю, кладите диплом. Вы что делаете? Кладите диплом и уходите из профессии. Значит, нужно, во-первых, поверить, что это можно вылечить. Во-вторых, нужно учиться, нужно изучать весь мировой опыт и нужно изучать все возможные способы и технологии лечения. Ведь основная проблема, я опять возвращаюсь к заместительной терапии, вы знаете, как легко заниматься заместительной терапией? Дал препарат и отдыхай. Это очень легко и очень просто. И вроде как будто клятва Гиппократа исполнила. Конечно, конечно. Поэтому задача расширить врачам свое мировоззрение, посмотреть на все другие возможные способы лечения и начинать это применять в своей стране. Никита, ваши рекомендации? Ну, я, с той стороны, хочу поддержать ту тенденцию, которую вы выбрали сейчас. И вот в лице Владимира это очень правильно. Стратегия использовать международный опыт. Это на 100% будет выигрышно. Потому что везде трудятся над этой проблемой, над ее решением. Трудятся годы. И у каждой страны есть небольшое, но решение. И если все вот эти небольшие решения собрать в одно, то страна получит большое решение, как справиться с проблемой на этой территории. Владимир, что бы хотелось бы вам сказать и пожелать всем участникам этой конференции? Хотелось бы сказать несколько слов. Спасибо, конечно, за поддержку. Потому что, я опять повторюсь, сложно было собирать в гостей, сложно привозить, потому что, с одной стороны, мы понимаем, нет приоритетов госполитике, к сожалению, на сегодняшний день. И вот то, о чем говорил Никита, что, когда вы столкнулись с вопросом того, что вы вошли сюда, но ты не с теми или ты с другими. Я помню 2015 год, когда мы принимали закон о этноботаниках, о спайсах. Тогда была ситуация, когда мы разработали законопроект, мы его провели, уже вот он подошел к правительству, и на уровне адаптации к правительству сказали, нет, ребят, здесь нет определенных формулировок в информационной ноте. Я говорю, хорошо, а где они есть? Но они есть вот у того депутата в его законопроекте. Я говорю, хорошо, я говорю, не вопрос, мы голосуем и за тот законопроект. Только чтобы оно шло вперед. И вот тогда я понял, что действительно без комплексного подхода, это вопрос, это начиная с профилактики, с правильного патриотического воспитания на уровне детского сада. 5-9 лет, я как психолог этим занимаюсь давно, смерящий греку. Мы посвятили этому более трех лет. У нас были дидактические материалы в сказкотерапии. Нам это нравится просто, мы такие. И затем у нас идет подростковый возраст, лечение, реабилитация, ресоциализация. Но все это без правильных государственных программ и без государственной поддержки. И самое главное, без государственного не мешания, будем видеть так, как оно есть. Потому что очень часто, ну, ребят, давайте оставим. У нас сейчас есть проблемы, там, пенсии, у нас есть пособия, у нас есть деторождение и прочее. А вы тут еще пришли со своими делами. А улица как раз этими пользуется. А улица как раз этими пользуется. И для нас было бы очень важно, и мы возьмем... Зачем придумывать новый велосипед, когда есть хороший международный опыт? Вот мы просто берем опыт Национального антиркотического союза и перекладываем его на опыт Республики Молдова. Получаем результат. Да, это определенный марафон. Здесь нельзя добиться быстрого результата. Но я уверен, с теми положительными изменениями, которые происходят сейчас, у нас будет результат. И самое главное, нас поддерживает общественный сектор. Без чего, к сожалению, не было бы больших результатов. Разделяю вашу уверенность. И хочу сказать огромное спасибо вам за вот эту беседу. Пусть время пролетело быстро, но тем не менее, наверняка вам известна фраза «Спасешь одну жизнь, спасешь целый мир». Будем надеяться, что одну жизнь мы сегодня спасли. Вы смотрели программу «Городская среда». Мы говорили о наркомании. Обязательно пересмотрите нашу программу на всех наших ресурсах. В YouTube, в Facebook, в Одноклассниках. Мы работаем для вас. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова